МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости телеканала ОСА. Я и мои коллеги расскажем о том, что происходит в городе и районе. И вот о чем будет сегодня наш выпуск. Водители автобусов сделали последнее предупреждение перевозчику. Грозят, что в четверг все районные рейсы не выйдут на маршрут. Парковка возле Ачинского перинатального центра одна из самых крупных. Но несмотря на ее размеры, даже здесь людям не хватает места, чтобы парковаться по правилам, не нарушая их. А народный мэр Анна Ахметова продолжает проверку по сосулькам. Ачинский драмтеатр готовится к премьере. Зрители могут подглядеть за чужой семейной жизнью. Наталья Солодовник приценилась к постановке. Начинаем с главной новости. Водители четвертой линии готовятся к забастовке. Это сегодня они завели телеканалу ОСА. О своей акции протеста люди объявили и руководству фирмы-перевозчика. Причем грозятся, что в рейсы не выйдут и городские, и районные маршруты. Напомню, о проблемах красноярского перевозчика новости ОСА рассказывают с прошлого года. Возят Ачинцев на автохламе, хотя мэр Ахметов обещал новый автопарк. Работники жалуются на задержку зарплаты, а с декабря еще и нарушают расписание. А теперь эта беда пришла и в район. На мартовские праздники сельчане возмущались, что не могли уехать в Каменку, Ключи и Лапшиху. А такси в один конец до города стоит около 300 рублей. Водители этих маршрутов отказались выходить в рейсы из-за невыплата зарплат. Долг, как говорят люди, два месяца. Накануне на предприятии прошло собрание коллектива с руководством. Со слов водителей, им обещали выплатить сегодня, но денег они так и не дождались. Поэтому уведомили начальников четвертой линии о забастовке. В связи с невыплата заработной платы, более 15 дней я приостановлю свою рабочую деятельность. Такой текст написан. От каждого лица. То есть вы не выходите вообще на маршруты в четверг? Да, в четверг. Завтра. Ну, объясняю вам, завтра крайний срок ожидания. Но сегодня ничего нет. То есть вы вообще четвертая линия, водители все прекращают работу. И районные, и городские, так? Да. Пятерка, шестерка. Слабцовка, Малиновка, Горск, Каменка, Ключи. Лапшиха, да? Преображенка. Лапшиха, Преображенка, да. Слабцовка. То есть я еще раз уточню. И городские, и районные маршруты прекращают работу в четверг, если вам не выплатят до этого времени зарплату. Да, 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 да. Добавлю, мы сообщили о ситуации и в району, и городской администрации. Первый заместитель главы района Владимир Часовских заверил, он сегодня созванивался с красноярским владельцем четвертой линии Андреем Стехно. И тот обещал, что деньги на зарплаты будут завтра. Впрочем, мы уже знаем, чего стоят эти обещания. Как объяснили городские и районные власти, запасных вариантов, если забастовка все же случится, у них нет. А мы запускаем серию сюжетов о парковках, на которых автолюбители паркуются, как захочется. Начинаем с парковки перинатального центра. Также дадим совет Ачинцам, как правильно снимать видеонарушения, чтобы сотрудники ГИБДД могли наказать автохама. Здравствуйте, не смущает наличие знака, что остановка запрещена? Здесь? Да. Извиняюсь, не видел честное слово. Честное слово, не видели? Не видел честное слово. Больше не повторится? Больше не повторится? Нет. Хорошо. И вот так все автолюбители говорят, что случайно знака не видели, либо места нет на парковке. Люди вынуждены обходить стоящие автомобили, которые заезжают на тротуар. Есть и такие водители, кто предлагает сделать отдельную парковку для посетителей детской больницы. Вот надо там ставинку сделать. И вот для этих больных, для детей, все бы здесь машину поставило, раз зашло. Там такая территория, свободно. Там полторы тысячи машин станет. Предложение, казалось бы, дельное, но невыполнимое. Как уверяет Александр Третьяков, главный детский врач города, по требованиям автомобильная парковка должна находиться не ближе 50 метров от стационара. Напомню, проблема с парковкой между детской межрайонной больницей и теперь уже бывшим роддомом обострилась прошлой весной, как заработал Ачинский перинатальный центр. Руководство центра о проблеме знает. Даже готовят проект по расширению автостоянки для посетителей и работников. Нам выделены же деньги на проектирование экспертизы в этом году. На это выделено 420 тысяч рублей из краевого бюджета. А на само благоустройство парковки и территории деньги 19-20 год программы из краевого бюджета. Кроме того, со слов Александра Третьякова рассматривают еще одну парковку для детской больницы. Сделать ее хотят на пустыре за шестиэтажным зданием и въезд на нее будет с улицы Мира. Но пока это только мысли и желания, ведь деньги даже на проект пока не запланированы. В редакцию часто присылают видео с автохамами, но эти записи не подходят для работы ГИБДД. Мы сейчас расскажем, как это делать правильно, чтобы наказали нарушителей. Вам необходимо снять знак. На видео должны отображаться дата и время. Все данные мы передали в ГИБДД для работы. Ведь несмотря на обстоятельства, правило есть правило. Дарья Потехина, Александр Сиделев, новости телеканала АСА. К автомобильной теме мы еще вернемся в выпуске, а пока к другим новостям. Второй день телеканал АСА ведет свои наблюдения в городе. После выхода сюжета про сосульки, жители Ачинска начали звонить в редакцию и делиться своими наблюдениями. Главный по Ачинску сегодня побывал в детском саду номер 24. Здравствуйте. Главный по Ачинску продолжает тему сосульки в городе. Весома. Сегодня к нам в редакцию дозвонилась очень внимательная жительница. Сообщила, что вчера, проезжая по межкурзальному проезду в первом микрорайоне, там, где находится 24-й детский садик, увидела, что с крыши садика свисают очень большие весомые сосульки. Очень обеспокоилась, потому что вчера сигнальной ленты, огораждающей территорию детского садика, она не увидела. Мы решили проехать, приехали на место. И, как вы видите, руководство детского сада уже огородило территорию по всему периметру. Но сосульки действительно опасные, большие. Хотя это солнечная сторона, может, половина сосулек уже растаяла. Нам все-таки удалось связаться с заведующей детского сада, Лидии Арканиковой, на что получили ответ, что сегодня в течение дня приедет вышка и полностью уберет все сосульки с крыши. Ведь безопасность детей – это превыше всего. Хочется отметить, что наши жители города Ачинска очень бдительны и внимательны. Присылайте свои наблюдения к нам в группу ВКонтакте или по Вайберу, по телефону, который вы видите на экране. Давайте вместе делать город лучше. Второй адрес, куда мы приехали, это все тот же микрорайон «Авиатор», дом 15. Я уже как к себе домой сюда приезжаю. Но со вчерашнего дня сосульки никуда не делись. Еще вчера мы не смогли узнать, кто обслуживает этот дом, но сегодня все-таки узнали. Этот дом обслуживает управляющая компания НЖСК, директором которой является Сергей Сахаров. Но ни до одного телефона так дозвониться и не смогли. Интересно, как с такой управляющей компанией работают сами жители. Вот под такой угрозой каждый день ходят жители. Вы знаете, у нас в Ачинске, в принципе, все, как всегда, работают на авось. Уже через час после того, как наша съемочная группа уехала, жители микрорайона «Авиатор» прислали нам видео, как опасную пешеходную зону возле 15-го дома огородили сигнальной лентой. Работники управляющей компании заверили, что сбивать сосульки будут завтра, так как машина работает на другой улице. Анна Ахметова, Иван Цуканов, новости, телеканал АСА. Также отмечу, сегодня к вечеру стало известно, что ледяные навесы с крыши детского сада номер 24 не убрали из-за сломанного спецтранспорта. Об этом нам сообщили работники дошкольного учреждения и заверили, что завтра сосульки с крыш уберут. А что касается дома номер 15 в микрорайоне «Авиатор», сегодня вечером все сосули были убраны. А сейчас к истории с уничтожением леса Подачинска. Накануне мы показали видео экологов-активистов. Они сняли, как недалеко от города кто-то зачищает делянку, выкапывая саженцы хвойных пород. Законный ли это бизнес и что грозит дельцам, смотрите в сюжете Натальи Сусаниной. Вот они, а говорят зимой не копаются. Все копается при желании. И зимой, и летом. Они когда отмазывались, говорили, что они это заготовили летом. Вон свежая земля. Это пихта. Это видео общественный эколог Александр Машинец снял в празднике в районе деревни Боровка. Вместе с полицией насчитал больше десятка саженцев-крупномеров, подготовленных к вывозу. По словам активистов, в основном пихта, причем выбирают ровные и стройные деревья. Такие на рынке больше ценятся. По версии Александра Машинца, везут их заготовители в европейскую часть страны. Там сибирская пихта-десятилетка стоит не меньше 40 тысяч за штуку. Вот так они гидромолотом разбивают морозную землю. Такие зачистки хвойника идут с прошлой осени. Руководитель Ачинского лесничества Игорь Трикман говорит, бдительные граждане постоянно сигнализируют, где работают копатели саженцев-большемеров. И объясняет, по каждой жалобе проводят проверки с полицией и районными чиновниками. Удивительное дело. Незаконных действий со стороны выкапывающих не выявили. Эти леса сегодня не принадлежат Госфонду. Эти земли сегодня принадлежат администрации Ачинского района. И администрация Ачинского района вправе ими распоряжаться. Также любой желающий может сегодня подать заявку на эту землю и взять ее в дровосочную аренду вместе с саженцами, которые там находятся. Как объясняют в лесничестве, эти пихты и кедры как бы и не лес по документам о посадке на сельхозугодьях. Земли принадлежат районной администрации. Значит, и саженцы тоже вроде их имущества. В полиции говорят, выкапывать молодняк дельцы могут, но до поры до времени. Как только собственник районной власти определяет сумму ущерба, появится дело. Не исключено, что уголовное. Уголовному законодательству это может быть как статья 260-я, то есть незаконная рубка лесных насаждений, причинившая экологический ущерб. Это относится к экологическим преступлениям. Либо это хищение, то есть кража, 158-я, то есть тайное хищение чужого имущества, принадлежащего. Либо может быть рассмотрено в рамках административного законодательства, как порча плодородного слоя земли. Пока нам неизвестно, сколько, грубо говоря, в рублях, в тысячах рублей оценивается ущерб, до этого времени мы не можем произвести никакую квалификацию данного деяния. То есть если ущерб не причинен, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Учитывая количество саженцев и стоимости их на рынке, то могу из своей собственной практики сказать, что от того, что сейчас произведено, выкопано более чем достаточно, на даже крупный ущерб. То есть не на простой ущерб. В марте, по словам Павла Климова, полиция поставит точку в истории с саженцами. Заведут дело или разведут руками. А активисты-экологи уже уведомили районные и краевые власти о проведении пикета против уничтожения лесов по Дачинскому. Если акцию протеста разрешат, она состоится в пятницу, перед зданием администрации. Наталья Сусанина, Иван Цуканов, телеканал ОСА. Появилась новая история про штрафстоянки. К нам обратился мужчина. Его авто задержали и эвакуировали. Счет, который ему выставляет хозяин штрафстоянки, в четыре раза больше, чем сама машина. 126 тысяч рублей. Четыре месяца машина простояла. И до решения суда я не мог свой автомобиль забрать. Приехал туда на штрафплощадку. Он мне объяснил, что я должен 126 тысяч 34 рубля за нее заплатить, за автомобиль. А сколько рыночная стоимость Волги? Я не знаю, может, она старая, 1030 может от силы. Что за секретность? Мне нужна владелица штрафстоянки. Как я могу дать личный номер? Без разрешения хозяина. Значит, ну со своего позвоните. Так по причине какой, чего. Надо связаться на счет Волги 055, которая у вас стоит с ноября месяца. Белая. Наверное, вон она и есть. Да, стоит такая. Да, вот. Хотелось бы поговорить, по какой причине заломил ценник. 126 тысяч местоположных по закону. Насколько законы требования владельца спецстоянки, расскажем завтра. А сейчас коротко о других новостях в рубрике «Телеграф». 14 марта в Ачинске работает мобильная приемная губернатора. Краевые специалисты и советник губернатора Марина Добровольская выслушают проблемы и жалобы горожан и сельчат. Так, например, могут обратиться бывшие работники ПТП, жители Малиновки и Ачинца, беспокойные судьбой парка железнодорожник. А еще тут можно получить бесплатную правовую помощь. Собой нужно принести документы по жалобе. Приемная губернатора будет работать один день. 14 марта с 11 до 15 часов в музейно-выставочном центре. Микрорайон 8, дом 3. 18 марта в день выборов в нескольких школах города родителям предлагают протестировать детей на профориентацию. Тесты можно пройти в первом лицее, в школах номер 3, 13, 15, 16 и 18. Проект запущен на один день и по всему краю. Наши коллеги с Красноярского 7 канала выяснили в Министерстве образования, что, цитирую, вообще 1300 стоит сам тест, а результат 3000. Но 18 марта мы проводим тест абсолютно бесплатно. Важно прийти на профтестирование с паспортом. Конец цитаты. Также в Минобре заверяют, что в день выборов родителям просто удобно одновременно сделать два дела – проголосовать и определить, какие способности ребенка лучше развивать. А в четверг, 15 марта, замруководителя Следственного комитета по краю Алексей Еремин проведет прием по личным вопросам. Записаться нужно заранее по телефону 7-31-11. Прием пройдет с 11 часов по адресу 5-й микрорайон, дом 10, 3-й этаж. При себе нужно иметь документы по делу. Подробности в офисе. Первый микрорайон строения 55А2. Телефон для справок 56-00. Очень выгодно. Помещение в аренду. От небольшого офиса до 1000 метров. Для любого назначения и бизнеса. Вместительная парковка и удобные подъезды. Всего 50 рублей за квадратный метр. Второй этаж торгового комплекса настройки по улице 9 января 10 и улица Крупская 28 в здании Тойота Центр. Подробности по телефону 7-44-44. Размещение рекламы на телеканале ОСА выгодно и эффективно. Ролик в новостях социального звучания – лучший способ для рекламы ваших товаров и услуг. Видеоролик с музыкальным или звуковым сопровождением лучше запоминается. А значит, активнее побуждает к покупке. Сюжет в программе новостей повысит узнаваемость вашей компании или магазина. Выбирайте тот формат, который смотрят все. По вопросам размещения рекламы звоните 6385. Телеканал ОСА. Телевидение с характером. Авачинском драмтеатре «Горячая пора». Артисты, художники, осветители, костюмеры – все готовятся к премьере нового спектакля. Пройдет он уже на этой неделе. Съемочная группа телеканала ОСА побывала сегодня в театре и посмотрела, что там и как. А я так хохотала, так хохотала, даже на работу не пошла, чтобы родственникам траурное настроение не бордить. Мама, это ты сейчас сама придумала, да? Ну ты сама, а что? Сидите тут, будто у вас непроходимость. Это лирическая комедия. Но на самом деле, я бы не сказал, что это комедия для взрослых. Но, в общем-то, условно, от 16 лет уже, наверное, спокойно можно ходить. Потому что шутки там, ну, не ниже пояса, как бы, а они напрямую сопряжены с нашей жизнью. Я бы назвал это спектакль-рецепт. Это, да, как бы, как свою жизнь сделать более полной и насыщенной. Сделал ему татуировку по всему телу и в самых, это, труднодоступных местах. С выдержками из журнала «Звездная история». Жена его очень любит все эти сенсации. И он представил себе, как она его всего в постели извертит, чтобы все это прочитать. Помимо премьерных спектаклей, которые состоятся в четверг, пятницу и субботу, все зрители могут окунуться в театральную ночь. Состоится она в пятницу. Это ежегодное мероприятие, которое для нашего театра стало уже традиционным. Организаторы обещают массу сюрпризов, да и вообще много всего интересного. Кстати, в этот день театр будет работать до последнего зрителя. Будет предложен театральный калейдоскоп, чтение с листа. Артисты будут читать монологи. Театральный покер – это наш сюрприз для зрителя. Игра в карты, такие в театральные карты. Это будет и театральная караоке. Конкурсы – это будет изобразительный конкурс. Бутафорские цеха представили свой конкурс. Это будет рисование на песке. Также зрители ждут сюрпризы, потому что все победители получат призы. Кто не сможет победить, получит утешительные призы. Также театр организует фотозону, где все желающие могут померить костюмы и в них сфотографироваться. В марте зрителей помимо спектакля от новосибирского режиссера и театральной ночи, ждет еще одна премьера – «Бурные дни Гарунского». Состоится спектакль в день театра, 27 марта. А после всех ждет театральный бал «Маскарад». Сегодня в театре параллельно проходят репетиции аж трех спектаклей. Один из них на стадии читки. Кстати, она только что закончилась. Режиссер этого спектакля международного класса. Десять лет ставил всевозможные постановки в Соединенных Штатах Америки. Ачинский зритель увидит этот спектакль уже в мае. Пьеса называется «Шайтан озера». Эта пьеса новая. Она была написана пару лет назад. Мне кажется, достаточно удивительна и сама история вот этого «Шайтан озера». Вот сама мифология этого места, которое находится вне религий, вне времени, в котором люди все еще живут какими-то представлениями, еще может быть даже и дохристианскими, языческими. И там куча всяких легенд, связанных с анало, с буддизмом, с индуизмом, черт из чем. Все это сконцентрировано вокруг одной сибирской деревни. И как вот в таком месте жить, непонятно. Потому как раз и смерть, и любовь, и бандитизм, и все на свете. Ближайшая премьера состоится 15, 16 и 17 марта. Начало в 19 и 18 часов. Забронировать билеты и узнать подробную информацию можно по телефону 7 36 80. Также в кассе театра можно приобрести билеты на театральную ночь. Стоимость всего 10 рублей. Отдыхайте культурно. Приходите в театр. Наталья Солдовник, Александр Сиделев. Новости телеканала АСА. Это были все новости на сегодня, о которых мы хотели вам рассказать. Ждем вас завтра у телевизоров в 20.00. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok